Hola amigos! Сегодня я нахожусь в Икот. Делос Винус. Этот городок находится на севере острова Тенериф. И сегодня в Икот пасмурно. Несмотря на то, что выезжала из дома, у нас было 28 градусов тепла и солнечно. Я живу, напоминаю, на юге острова. Сюда приехала, сейчас в шортов, надела кофту. Есть еще штаны, но пока не переодеваюсь. Так как меня не покидает надежда, что будет тепло, потому что я иду к пляжу Плая de San Marcos, по-моему, так называется. Где-то там внизу я была уже в Икот. И у меня несколько видео есть на канале, можете там посмотреть. Но вот будет еще видео, и еще, возможно, буду иду к пляжу San Marcos. Видите, здесь вот в Икоте, оказывается, есть пляж. San Marcos. А, вон, видите, стрелка. Там ротон, да, San Marcos. И туда. В общем, я иду. Карта говорит, что идти минут 35 туда. То есть нормально идти, а не так, как я, заглядывать за каждый угол и камень каждый поднимать. В общем, указывает куда-то туда, San Marcos. И там Плая, видите, значок, что пляж. Но сегодня тут Икот не по пляжному. Я смотрю, люди в пуховиках ходят. Это я в шортах приехала в кепке, такой яркой, розовой, в очочах. Ну, у меня есть штаны, я вообще с собой всегда беру. Сейчас, потому что зима сейчас, напоминаю, февраль месяц на Тенерифе. Смотрите, как зелено в Икоте. Ну, в Икоте всегда так зелено. Не знаю, летом, да, летом тоже так же была зелено. Я летом была здесь. Сейчас тоже иду. Но на Плая, San Marcos я не была. Дом бананов. Не помню. Нет, дом бананов тоже не был. Санта Круз, Горачико, Буэна Виста. Сейчас заканчиваются уже карнавалы. Наконец-то опасно ехать, в общем, в сторону через Санта Круз, потому что можно не уехать, не подъехать, не доехать на автобусах. Людей очень много скапливается в больших городах в связи с такими прям интенсивными карнавалами. Интересными, круглосуточными. И, в общем, решила поехать на север. По-моему, надо штаны одевать уже где-то, приостановиться. Что-то холодно, у меня ноль уже замерзли. Может, там на Плая будет лучше, а я теперь не знала, куда сюда идти. Знака нет. Что люди сказали? Тут дороги нет, наверное, туда. Там кто-то едет, по-моему. Едет, может, нет. Так, по-моему, на Листа, а куда этот? Дороги нет. Туда мне надо или сюда надо идти? Если сюда пойду, сейчас тупик какой-то зайду. Вот, есть? Что тут тупик? Нет знака, нет, что тут тупик. В общем, пойдем, сейчас посмотрим. Наверное, не сюда надо было по той уличке так и идти. Вот там и нету пешеходного перехода. А тут что? Тут на магистраль выходить вообще не вариант. Там, может, где-то под магистралью проход. Ну, сейчас посмотрим. Нет так нет. Скорее всего, надо по той уличке было идти. Сейчас я посмотрю, что тут. А можно и так перейти, если будет пешеходный переход. Но сами понимаете, это на рифе. Тут есть пешеходные переходы. Да, есть такие зоны, где можно ходить. Но в основном лучше на транспорте передвигаться. Тут отбойники. Если есть, то пешеходных нету переходов точно. Через отбойники. Чтоб не перелазили. Ну, и чтоб машины не вылетели на людей. А если я сюда пойду? Тут что-то есть? Заброшенная какая-то тропа? Нет, спасибо. Тут даже тропы нет. Тогда надо идти с той стороны обходить. Тут какой-то бункер. Подземный проход, но он закрыт. Ну, ладно, там куда-то. В Горочейку, Буэна Виста. Ну, там туда не надо. Я была в Горочейку. В Буэна Виста. Я там рядом возле него. Ладно, пойдемте назад сейчас. Ой. Петарды. Как обычно, в общем, в Испании. Камуши растут, видите? В Икоде сегодня по-зимнему. Уже на весеннем. Замерзли. Сейчас пойдем. Ну, а чего? Походим. Кто нам мешает? Вон, смотрите, я иду там. Видите? Все, пойдемте. Посмеялись и хватит. Вот так едет. Да, на такой... На такой грандулете как раз только ездит. Что-то с тормозами у него. А тут как раз и в Икоде без тормозов нормальных только ездит. Божь, ездить хорошо, но недолго. В общем, иду. На горку теперь. Потому что ума нет. Полезла в этот... Ну, по-хорошему. Там бы если пешеходный был. Можно было срезать. Ну, там опасно его делать. Машины ж на скорости едут. Что тут? Скорость едут. Ух, ветер какой. Ой. Туда перелазить. Люди живут тут, везде живут. А я как раз в таких тапках, мягких каких-то опять иду по этой старой, вот этой части дороги. Покрытие. И больно. Массаж ног. Называется. Ну, так. Где же нам надо пойти? Добавьте еще указатели. Где-то надо под мост какой-то свернуть. Скорее всего, надо так влево куда-то петлянуть. Я так понимаю, чтобы... Телефон же занят. Вам же снимаю. Вот кемпер. Караванус. Как там называют. Смотрите, какая гора. Вот так вот. И вот мы так тоже живем в нашей деревне. Вот такие же подъемы, а то и выше. Замахиваешься, если честно. Если без машины. Ну, может быть, и машина только ее поставит. Дома проблематично тоже. Всегда там. У нас вообще. Ну, тут тоже, видите, мне за сколько машин. Кого-то тут гаражик в доме. Встроенный. Флюгеры. Сейчас я тут найду пляжик. Кстати, еще даже двух часов нету. А холод такой. Будет в шесть вечера. Заморозки. Не знаю. Ну, что? Все равно гуляю. Шашлыками пахнет. Дым какой-то шашлычный. А, вон, в трубы идет. Там какая-то шашлычная, наверное. Никто не едет в горы. Еще шишечный дым. Кто провонялся. Сюда, наверное, надо идти. Тут знака нет, что ходить нельзя. Значит, можно. Дядечка идет с пакетом шашлыков. Видно, набрал уже себе. Это какой-то велосипедист, кстати. У него там футболка-бисеклет, аж это Тенерифе. Вон, подъем по ступенькам на магистраль. Но нам, наверное, сюда. Я думаю. Куда-то сюда будем идти. Кстати, спускаемся, и тут теплее, теплее, теплее становится. Хоть и ветер еще есть, но все равно теплее. Я прям чувствую. Сан-Марков, ресторан. Тут шашлыки, видно, жарятся. О, да там была полная прям посадка. Вот стакан разбили боков. Полная посадка у них там. Вообще. Все сон заняты. Причем ничего там необычного нету. Просто я помню, такая... У меня такая была в деревне, как она. Ганделек был такой. Тоже подобие, как большинство ресторанов. Как они, по крайней мере, подписаны на Тенерифе. Там сто грамм можно было взять чекушку и закуску. Вот так он, Сан-Марков, стрелка туда. Все, ясно. Мы на правильном пути. Поздравьте меня, вот там океан. Видят. Кто-то тут припарковался, кто-то живет. Ну, сами видите, тротуаров нет. Кстати, я иду по сливам каким-то. Водля воды. Вот. Сейчас перейду сюда. На трассу. Тротуар на... Не знаю, как она. Обочина. Условно. Заполоска. Это Сан-Марков. Два километра. Спасибо, что написали. Может, сейчас вот так перейдем туда. По бордюру посмотрим, какой там вид. Там где тупик. А что там? Если тупик там, что, смотровая площадка? Давайте пойдем тут посмотрим. Так, едем, как на машине по кругу. Поедем, едем, едем. Здравствуйте, Сан-Марков. О, красное дерево цветет. Так. Все, вот тут идем по этому. Ну, икот, это как деревня. Сами понимаете. Вот я пришла от икоток полтора километра. Тут еще в икоте такое, типа, глинозем какой-то. Ну, что уже делать? Белые тапки уже не белые. Показываю, что тут тупик. Ну, а зачем тогда его сделать? Давайте посмотрим. Для меня. Тут виды на банановые плантации есть. Там он бассейн какой-то. То ли для плавания, то ли для... Это, может, тут заезд на банановую плантацию, кстати. Смотрите, вспеют бананы. Сейчас вам покажу. Не зря зашли. Кстати, что-то они пахнут как-то так. Может, и что-то обрабатывают. Смотрите. Показано, что это пик, чтобы никто не заезжал. Видите, он спеет как... Мира, мира. Гляньте, сколько там, а? Ну, они ем бананы. Они еще зеленые, кстати. Видите, такие, как они вязочками растут. И там внизу, там, я не знаю, будет видно или нет. Вот эти прям рясные такие. У них кроны такие прям. Гляньте, какие такие. Вязкие, вязкие. Там просто будет плохо. Вот тут лучше видно, видите? Надеюсь, тут злых перресов нету. Ну, я не ем бананы. Я вообще хладнокровный человек. Бананам равнодушный. Просто вот вам покажу. Смотрите, бананы канарские. Видите? Такой потом, как у этого была. У Винни-Пуха. У совы вот это. Помните, был такой колокольчик, когда приходишь и дверь звонит. Хвост. Вот, видите? Такой хвост висит на банановой этой ветке. Хвосты у них такие. Маленькие еще бананчики. Что они как-то ветки поподсохли. Кстати, зима сейчас. Аж лишь летом будет с ними. Вот есть закрытые. Да, там вон какая-то калитка, дверь, куда можно заезжать. Ну, тут мусора кто-то, конечно, здорово с трассы накидал. Вот это, кстати, мусор с трассы. Представьте, люди, когда едут, что-то кидают. Потому что вот это могут мне на голову кинуть. Пока тут вам буду снимать. Вот этот мусор прилетает. Вот это едут и банки жестяные кидают. И бутылки. К сожалению, она сюда. Кстати, турист. Ну, не знаю, может, местные кидают. Зачем кидают? Не знаю. Надо открыть окно, бросить его посильнее, чтобы оно улетело хотя бы в дороге, а не попало тебе в машину или в соседнюю. Видите, бананчики есть. В общем, будут урожаи, будут. Пошли дальше. Тут действительно тупик. Птички по ним-то не идут. Точнее слышать. Вот там и кот растянулся на горах. Вот так на Тенерифе жить. Вот там вы жили на Тенерифе. Видите, вот там вверху это и кот. Я там была, кстати, наверху. Там где-то такое зеленоватое здание. Вот там вы будете жить. Если надумаете на океан раз в году, то будет лень спускаться. Шучу, конечно. Можно всегда поехать, если есть желание. Ну и кот весь на горе. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всех люблю, ценю, уважаю. Ну и до новых встреч. Hasta la próxima vez.